Великая Отечественная война оставила много мест скорби на нашей белорусской земле. В огне войны сгорели жизни и судьбы каждого третьего белоруса. 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, вспоминали тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений. В деревне Поречи митинг состоялся у братской могилы советских воинов и партизан. Почтить память тех, кто стал жертвой чудовищных преступлений и фашистских карателей, у братской могилы в деревне Поречи собрались местные жители, представители районного исполнительного комитета, Пинской межрайонной прокуратуры, Следственного комитета, других структур и организаций. Здесь, в центре деревни, похоронено 10 воинов и партизан, погибших в боях 1944 года. В братскую могилу перезахоронены и останки воинов из деревни Табулки. Трагедия Великой Отечественной Пинщину не обошла. Более 60 деревень были уничтожены карателями. Две из них так и не были восстановлены из пепелища. И сегодня не значится ни на одной современной карте. Сведения об обстоятельствах их уничтожения смогли установить совсем недавно в ходе расследования уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа. Эту кропотливую и скрупулезную работу провела Пинская межрайонная прокуратура. По меньшей мере две деревни, о которых мы сегодня говорили, это семенчие проходы, они были уничтожены в результате карательных операций в то страшное время. И основной идеей было сегодня установить и открыть памятную таблицу с тем, чтобы каждый человек, придя сюда, в деревню Пореча, в этот сельский совет и придя к монументу братской могиле, мог при желании ознакомиться с той информацией, которая имеется про эти деревни. Знаковые объекты мемориальной памяти становятся доступны для каждого в современном цифровом формате. Участники митинга установили информационную табличку с QR-кодом, посвященную памяти невосстановленных деревень Парижского сельсовета. Для каждого белоруса 22 июня – это дата скорби. К сожалению, уже осталось совсем мало свидетелей той жестокой войны. И нынешнее поколение начинает забывать все эти страхи и ужасы, всю ту жуть, которая происходила у нас на нашей Беларуси, на нашей Пинщине. И мы решили включать новые формы работы с нашей молодежью. Это так, как все сейчас уже находятся в интернете. Мы решили им напоминать через такие формы, как цифровая звезда проекта Борисея, как введение QR-кодов. Большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяют и в Парижской базовой школе. Потому местные ребята знают историю своей малой родины. В этом году очень достойно сдали экзамен по истории. И в экзамене по истории вторым вопросом в билете именно вопрос о истории своих мест. И дети очень хорошо рассказывали. И видно, что знают историю своих родных мест, своей Пинщины и своей родной деревни Поречи. Память о мужественном прошлом наших земляков объединяет все поколения белорусов. Делает наше общество единым и сильным. Историческая правда должна сохраняться и передаваться от поколения к поколению.